Вон они там уже, все время в ухи, походу. Порогом вообще, жесть. Да, Mazda 3 есть Mazda 3. Магнитофон стоит вообще по кайфу. Реально, типа, странный. Может ее пойти спасти уже отсюда? Как выглядят люди, которые впаривают вам угнанные автомобили? То есть эти документы не от этой машины. Так, еду смотреть вот такой чудесный автомобиль. Mazda 3, четвертого года, цена вот 180, но он такой какой-то весь, пошорканный. Честно говоря, продавец как минимум странный, как минимум. Я даже не знаю, с чего начать, про него рассказывать. Торг на месте, говорит, будет хороший. Едем в Люберце. Вот это здесь, вот, вот кафе. Вот он, семейный, да. Подожди, а где машина? А вот машина стоит. Да, 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 да. Заезжай, заезжай. А вон они там уже, все время в ухи, походу. Да, за полотенник сейчас. Да, запаркуйся, да, сейчас за полотенник заберем. За сотку. Пойдем, посмотрим. Здравствуйте. Вот она, вот она. А, ну все, я понял, в чем смысл. Она, короче, покрашена, покрашена валиком, короче, эта машина. В этом смысл, ее надо перекрашивать. Но все равно нормально. Засмотрись, короче, он ее уже нам сейчас отдаст. Подсасывай двигатель. Ксюша, у них троих же действий номер. Вон, нормально, вон там. Посмотри. Немножко подржавел, но читается. Это у троих, видимо, это американец, наверное, в этом дело. Ну, короче, смотри, по этой машине, она, ты видишь, покрашена вся, кирова. Надо говорить подешевле и это. Ее уже 150, 150, все, все, все равно, все равно, один хрен. Немножко что-то тут, но в этом проблеме тоже нет. Что-то покрасить, ну, типа, как получилось. Ну, тут ничего страшного, в принципе, нету. Немножко тут. Что-то бампер, блин, отходит. А, из-за этого. Ясно. Давай, давай. На механике. Да, на механике. Там порогом капец, конечно. Порогом вообще. Есть. Че, поднищу. Хрен его знает, сейчас поговорили, 130, говорит, отдаст, ну. Надо прокатиться. Надо прокатиться. Салончик такой неуставший, в принципе. Че, че, так салон прям. Да, Mazda 3 есть, Mazda 3. Здесь у меня 3 девятки. Звоните на адометр. Короче, ребята, эту Mazda забираем за 120 тысяч, оставим рикосарик на задаток. Ну вот, и вечером-вечером заберем, потому что сейчас надо еще ехать в другую машину смотреть. Едем за Corolla, кстати. Макс, че он позвонил, че хотел? Все, говорит, через 5 минут, короче, Папа будет там. Да? Да. Короче, нужно возвращаться, по идее, и взять. Ну, сейчас, да, Corolla посмотрим и вернемся. Чем? Мы едем смотреть сейчас Toyota Corolla 2006 года. Да. Черный цвет универсал. Вот, значит, у нас Toyota Corolla, шестой год. Вот, 200 тысяч ее срочно отдает. 1.6 механик, и вот заднего бампера нет. Ну, состояние вроде как идеальное. То есть, и человек по телефону говорит идеальное. Ну, и по фоточкам она такая прям огненная вообще тачка. Все, вот едем смотреть. Человек, правда, говорит абсолютно без торга, но посмотрим. Тобака прикольная. У него че-то на ухе. Ну, кстати, приехали, пока рули. Тобака! А кто знает, почему у них это, уши пробиты? Странно. Может, у него это домашний арест радиомаяк будет. Кусал не того. Я тебя по-человечески прошу. Ты можешь убивать? Ты, 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 не пускай. Семь человек у меня, 957. Ничего, я больше тебе не попажу никогда. Забыка. Убегает вообще. он за ней помчался нифига нет она не рчет она плачет смотри смотри подожди она на помощь зовет короче реально тип странный может ее пойти спасти уже оттуда прям вообще кого все он обиделся ушел сжав кулаки вот так вот вот так вот женщины коварны главное шумом педикам да послушайте человека дурного не посоветует ладно ждем королу короче он сказал там через пару минут подъедет сегодня я хочу с вами поделиться информацией о том как выглядят люди которые впаривают вам угнанные автомобили о том как они себя ведут и действуют сегодня наконец-то нам удалось это застать в прямом эфире смотрите и наслаждайтесь и не попадайте на таких продавцов подъезжает уже во двор заезжает ну пойдем посмотрим берем фонарик да она все кайф блин она охеренная забираю вообще не думая смотри какая кайф на ну ничего страшного ну бампера нету да здравствуйте да наверху есть панельку и панельку подзамяло смотри магнитофон стоит вообще по кайфу мафан мафан классный вообще фары новая китайские телевизор получается нет вот кто как есть короче вот понял на херена машин класс вообще кайф на сто тысяч ниже рынка просто на 100 мафан посмотри как классно поклёвки есть я просто не разбираюсь это нормально я просто не разбираюсь в общем мы сели сейчас проверяем машину да да сель проверяем машину все скорости до включаются ну я 5 конечно все спросить должен потому что я не знаю разгонимся 16 да да по факту не скажешь 16 вот вижу андрей кица тяги рулевые и рубашок чуть . я собирал ну пойдем пошепчем надо брать все короче сто сто девяносто пять все забираем красавицу как она классно смотрится на закате а смотри ладно спасибо все все на зиму сладу и накинуть 5 да так и сделаем ладно ребят мы в общем эту машину брать не стали потому что когда начали заполнять договор выяснилось что в документах которые нам чувак этот предоставил в них мотор дизельный а на самом деле по факту он стоит бензиновый там машина должна быть двигателем 14 и с турбиной а по факту она на 16 бензин во вторых в документах цвет серебристый у этой машины по факту цвет черный то есть эти документы не от этой машины короче мы взяли толщиномер и простреляли вин код и там в общем вин код не с этой машины поэтому это автомобиль либо угнан либо корявый растаможен в любом случае нам такая машина конечно же не подойдет хотя и на сотку ниже рынка тачкой вроде ничего такая прикольная но конечно же брать мы ее себе не будем в общем на этом эпопея стойота и закончилась слава богу мы не попали потому что у нас есть глаза руки горящие глаза открытые сердца и бдительность господа бдительность в общем с вами был сергей маковский не бойтесь мягаться к лучшему подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые интересные видео ставьте лайки пока пока лайк 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 а